Музыка Он родился 12 апреля. Удивительно, именно Михаил Ромадин стал художником самого инопланетного фильма Андрея Тарковского «Солярис». Сегодня мы на выставке Михаила Ромадина. Добавлю, это медиапроект «Артисты» — мобильный театральный телеканал. Мы ведем съемку на мобильный телефон. Это важно. Мы хотим показать, как мобильные технологии мгновенно делают доступными любое культурное событие. Пошли. Готов, Эльвель? Готов, Лондон. И без такой силы о чем. Счастливого пути. Привет, Глашер. Когда станут? Уже летишь, Крис? Будь здоров. Станция «Солярис», станция «Солярис», сделайте что-нибудь, кажется, я теряю стабилизацию. Здесь Келлиан. Прием. Мы потеряли чувство космического. Древним оно было доступнее. Они бы никогда не спросили, за что, зачем. Вспомни миф о Сизифе. Да, после того, как мы послали ему твою энцефалограмму, никто из гостей больше не возвращается. Да и с океаном начали происходить какие-то непонятные вещи. На поверхности стали образовываться острова. Сначала один, через день еще несколько. Уж не хочешь ли ты сказать, что он нас понял? Ну уж, так сразу. Но зато у нас появилась надежда. А, Крис? Да, интересно, она ушла. Вот эта панель красная осталась. А эстетика стала такая скандинарская, как уставили кубрика. А эстетика, как уставили кубрика. А эстетика, как уставили кубрика. А эстетика, как уставили кубрика. Ну вот я тебя люблю. Но любовь это чувство, которое можно переживать, но объяснить нельзя. Объяснить можно понятие. А любишь то, что можно потерять. Себя, женщину, родину. До сегодняшнего дня человечество, земля были попросту недоступны для любви. И ты понимаешь, о чем я знал-то. Нас ведь так мало. Всего несколько миллиардов. Горстка. А может быть, мы вообще здесь только для того, чтобы впервые ощутить людей, как повод для любви. А? Вы ведь с Тарковским не только работали, но и дружили, да? Мы очень дружили, да. Делали какие-то фантазии, фантазировали. Фантазировали на тему будущих работ, потому что мы не собирались останавливаться на этом. Он даже предложил мне писать сценарий к фильму-вестерну, который он собирался в Америке снимать. Очень интересный сюжет, там слепой герой должен был быть. И он только по звуку ориентируется. В общем, такой вот вестерн типичный Тарковский. Много было всяких предложений, много было идей. Осуществлялась, как раньше в наше советское время, осуществлялась одна десятая, одна двадцатая идея. К сожалению. Да, конечно, к сожалению. Ну, а последние годы своей жизни, вот он провел здесь в Италии, здесь жил и работал. Вы сюда приезжали? Нет, я совсем не общался в последние годы, потому что мы как бы временно раздружились, потом опять подружились. Мало того, что я приехал сюда, у меня была первая, не сюда, а в Париж я приехал, была первая выставка у меня за границей. Я позвонил ему, телефоны скрывались, мне дал Атаро Иосилиане его телефон по знакомству. Я позвонил, подходит, я смотрю, Андреевский голод говорит, да, я говорю, да, Андрей, это я, Миша Ромадин, я нахожусь в Париже, давай встретимся. Но это оказался не Андрей, это оказался его сын, у них очень похож был голос просто. И потом раздался вот этот гудок, бу-бу-бу-бу, долго-долго ждал, он так и не подошел к телефону. Я был очень обижен, я обижен до сих пор, надо сказать, потому что нельзя в этих пограничных ситуациях жизни проявлять вообще свои какие-то, не знаю, почему так это все было. Я даже не знаю, потому что мы не ссорились по-настоящему никогда, но вот так вот произошло. Когда человек, зритель приходит на вашу выставку, смотрит на ваши картины, вступает, так сказать, в контакт с вашим произведением, вот для вас что важнее, чтобы он что-то понял, рационально, и получил какую-то эмоцию? Вот что для вас важнее? Чтобы он ошалел просто. Ошалел? Да, что он обалдел, не знал, с чего начать, или что это такое. И по большей части, кстати, положительно принимает мое произведение. Продолжение следует...